Теперь о резком обострении ситуации с мигрантами. На греческом острове Лесбос власти срочно ищут дополнительный транспорт, чтобы вывезти на континент 25 тысяч беженцев. В Афинах говорят, что положение, цитирую, на грани взрыва. Чтобы организовать хотя бы подобие учета, по центру регистрации отдали стадион. Тем временем в Венгрии несколько сотен мигрантов, не дожидаясь оформления и трансфера, покинули лагерь и пешком идут к австрийской границе. По сообщениям прессы, из-за неконтролируемой ситуации на рубежах подал в отставку венгерский министр обороны. Между тем, кризис может усугубиться еще. Временные центры размещения, которые во многом существуют за счет поддержки ООН, вот-вот лишатся этого источника финансирования. Антонина Кукушкина продолжит тему. Они сметают полицейские кордоны с детьми на руках и чемоданами наперевес. Эти люди уверены, их место не здесь, в лагере размещения в Венгрии, а в более богатых странах ЕС. Ради своей европейской мечты они готовы пешком пройти сотни километров и точно знают, где эта мечта сбудется. Мы просто хотим пересечь границу и идти дальше. Германия нас всех примет. И Германия принимает. Большинство без документов, поездами, автомобилями, пешком. Только за три дня в ФРГ прибыли около 30 тысяч человек. По итогам года Германии, которая из-за границы кажется беженцем раем, придется встретить 800 тысяч мигрантов. Здесь очень хорошо. Все есть. Кровати, питание. Здесь хорошо. Гостеприимство, с которым Берлин распахнул объятия выходцам из стран Африки и Ближнего Востока, уже вызвало немало критики, как внешней, так и внутренней. Об этом пишет Уолл-стрит-жорнал. И приводит слова одного из оппозиционных немецких политиков, который призывает власти к реализму и чувству меры. И говорит о том, что нынешний подход привлекает еще больше мигрантов. В свою очередь депутаты из Бундестага от фракции левых подготовили документ, в котором недвусмысленно заявляют, что расплачиваться должна не только Европа, но и Штаты. Их слова приводит Шпигель. Западные государства под руководством США дестабилизировали целые регионы, сделав возможным появление террористических организаций. Банды убийц вроде исламского государства получали косвенную поддержку, а также денежные средства и оружие от некоторых стран-союзников Германии. В результате миллионы человек страдают от войн и гражданских междоусобиц. Междоусобицы сейчас и в самом ЕС. Что делать с мигрантами и кто их должен принимать? Вопрос ожесточенных дискуссий. Словакия говорит об угрозе терроризма. В Братиславе не желают расселять у себя беженцев, так как это попросту опасно. Когда террористы группируются в Сирии, как мы сможем отличить этих людей от мигрантов, которые пересекают границы Евросоюза без какого-либо контроля? Я не могу согласиться на предложение принять у себя людей, о которых мы вообще ничего не знаем. Словацкому премьеру вторят Франция и Чехия, призывая усилить контроль и даже подумать о механизмах депортации. Налицо еще одна проблема – финансовая. Руку помощи не протянут даже те, кто призван это делать – гуманитарное агентство ООН. Причина банальна – нет денег. Если взглянуть на то, сколько людей покидали свои дома в день в 2010 году, то выяснится, что их было 11 тысяч, а в прошлом году уже 42 тысячи. Это означает кардинальный рост потребностей в убежищах, обеспечении водой, санитарными удобствами, едой, медицинской помощью, образованием. Объем поступающих средств в 2015 году будет на 10% меньше, чем в 2014. Что касается финансов, мы разорены. Нетривиальный подход к проблеме продемонстрировали власти Дании. Они пошли на упреждающий шаг и опубликовали антирекламу страны для потенциальных беженцев. В объявлениях говорится о весьма строгом миграционном законодательстве королевства. Слова подкрепили делом. Датская полиция не пропустила на свою территорию полторы сотни нелегалов, которые не прошли обязательную процедуру регистрации. Но и самые строгие правила рискуют не выдержать натиска растущего числа мигрантов. Вглубь Европы вот-вот отправятся беженцы из Греции. На одном только Лесбосе их около 15 тысяч человек. И каждый день прибывают новые. Там людей задерживают только отсутствие транспорта, что вызывает массовые акции протеста. Но рано или поздно и эта волна накроет Европу. Антонина Кукушкина, Сергей Филиппов, Первый канал.